приветствую дорогого зрителя на своем канале сегодня я хочу вам показать 20 дневный примерно 20 дневный я не писал число результат укоренения декабриста на торт таблетки что я делаю с декабристами для того чтобы они цвели обильно и чтобы они были вот такие кустистые и чем я подкармливаю при цветении итак начали я показывал вам видео как я укореняю в перлите результаты показывал на десятый день сегодня мы глянем в торф таблеточки вот видите уже корни вот такие полезны это примерно 20 дней я вот правда число не написал и снизу вот видно 1 вот у 2 корни вот ими снизу пока ничего не видно ну внутри они по-любому есть по состоянию черенки видно что живые вот он крышок то есть метод очень хороший на видео я посажу один цветок высажу и расскажу далее что я делаю по возрасту у меня два декабриста дренаж примерно камни большие у меня скажем сантиметра три грунт цветочный универсальный я его заранее размешиваю с вермикулитом сыплю на глазок рекомендуется кажется 1 4 но я не буду утверждать и говорю как делаю я и результаты мои собственно на лицо вот они на этом и основан мой канал чтобы показывать вам результаты всех моих деяний ну корни пока небольшие я пожалуй торф таблеточку вот так разрежу торф таблетка сильно влажная вот аж течет с нее это потому что я только что недавно с полчаса назад налил воды они подсыхали немного экспериментов на подоконнике и как-то так не успеваю за всем уследить только днем в дневное время устанавливаем череночек вот как удобно в торф таблетки что он так взял просто и поставил мы его приподнимем маленько чтобы он прям прям так низко не был вот так сложного в этом ничего нету в размножении посмотрите предыдущее видео про декабристы я наверное создам плейлист для удобства вашего поиска кстати на моем канале все видео разложены по плейлистам виноград с виноградом розы с розами гладиолусы с гладиолусами это для вашего удобства поиска ну и также естественно я сам чтобы быстро найти много спрашиваю в группах где такое-то видео вот так проливаю водичкой вермикулит можно перлит способствует влагоудержанию и воздухообмену и за счет него почва становится как бы рыхлой она дышит я всегда его добавляю в грунт потому что если кто высаживает на грунтах для рассады для цветочных культур он на торфяной основе и высыхает очень быстро вот так еще маленько поливаем теплой водичкой комнатной температуры и хорош этого достаточно устанавливаю на подоконник на светлое это у меня юго-западное окно там же у меня стоят не на юго-восточном ну я бы сказал восточная и западная пускай будет так стоять декабристы на восточном они у меня там как бы прохладнее до сих пор сегодня у нас 14 марта они до сих пор цветут для того чтобы они цвели вот так вот видите уже бутончики я не так давно снимал видео они были в цветах и сейчас по новой и вот так цветет и цветет это голландские декабристы купленные в магазине такой красивой упаковочке продавались год назад чуть больше год назад если подоконник прохладный то лучше под низ положить пенопласт я также с виноградом поступаю и подвигаем вот здесь оконная рама чтобы ноги были в тепле голова в прохладе и видите вот она с одной стороны вот и поворачиваю вот эта сторона вся в бутонах она это ну вот единственное когда она начинает засветать я от окошка отворачиваю и у меня начинает бутониться эта сторона при бутонизации вот как сейчас я беру вот у меня идеал жидкая на основе биогумуса удобрения и универсальная мне нравится то что она очень легко разбавляется ну просто с ним два колпачка на литр воды полив под корень примерно два раза в месяц раз две недели я поливаю либо опрыскивание по листве ну эти не пробовал опрыскивать колпачок также по моему на литр воды здесь есть инструкция да колпачок вот на литр воды идеал радуга и что подобное в общем содержимое я читал на тех и этих что на розах одинаково все описано в общем вот пользуюсь вот таким я видео снимал также на даче розы и все остальное перед цветением у когда бутоны завязываются я поливаю далее вот этот кустик это череночек вот таким вот был отщипнут откручен как правильно сказать вот этого большого куста но тогда не был таким большим он был чуть чуть побольше это когда его купил было там несколько бутончиков когда покупал этот черенок с год назад укоренен от этого видео тоже есть на моем канале я все-таки сделаю плейлист также был укоренен только в перлите посажен он уже цвел в этом сезоне в эту зиму и сейчас он на западном окне и видео он уже не цветет там потеплее ну в общем нет той прохлады которая способствует цветению и чтобы было такой пышный кустик он у меня было такой же лысенький как вот этот виде для эксперимента специально это сделал вот видите идет как правильно называется звено и от него веточки пошли здесь она отломалась тоже звено вот одна веточка здесь была 2 отлетела я беру раз-два ну вот здесь можно сделать вот после первой видите вот пошел от росточек лепесточек после первой просто берем вот или после 2 отворачиваем за счет этого начинают расти другие последующие вот такие лепесточки и потом естественно пошла веточка веточка влесе отщипывал а здесь не отщипывал я так и оставил у меня собственно была задумана такая форма чтобы здесь был подлиннее а здесь так сказать по пышнее и чтобы это показать вам на видео как это будет выглядеть вот я этого результата добился я вам его показываю ну собственно с декабристами как бы все смотрите также мои видеоролики про выгонки гиацинтов праздником я тут немножко пролетел я видео снимал недавно выкладывал то есть на 8 к 8 марта я подгонял но я поленился да не то что поленился времени не было в подвал спускаться много дел я вот число показываю это установка для 8 марта высаживаем и чтобы к восьмому зацвели примерно дня за три до начала марта надо достать и они 8 марта были вот такие я достал как раз дня за три перед 8 марта и сегодня 14 они у меня так цветут ну вот эти не планировалось никому дарите просто для видео делались и как бы я не расстраиваюсь в том что они зацвели попозже пускай они радуют супругу и сейчас и обалденно ароматный запах мне он очень напоминает сирень также есть отдельный плейлист про выгонку луковичных говорил нет гладиолусы розы астры хризантемы астры посадка размножения уход мы уже я уже укоренял хризантемы петунии укоренял и тоже видео есть у меня на канале сегодня буду еще про петунии видео снимать про виноград как раз созрели результаты так что кому интересно заглядывайте не забывайте меня пишите свои комментарии ваши комментарии только больше спровоцируют меня на снятие подобных видеороликов и скажу что с наступлением весны до собственной феврале я немало видео выкладывал даже по два наверно по три может быть в неделю с наступлением весны видео будет сниматься больше а уж наступлением мая так у нас начинается дачный сезон дальше кто не знает у меня на острове начинал все с нуля там уже очень 14 года там уже виноград плодоносит у меня есть все обрезки винограда от года до 4 прививки очень много интересного посмотрите все по плейлистам если что-то не сможете найти пишите под любым под любым видео спасибо всем огромное кто досмотрел до конца спасибо всем за внимание с вами был александр видеоканал клуб садоводов хабаровск всем пока